Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Осетия» в студии Елена Черенкова и Корпка Главного. Глава Северной Осетии провел встречу с таможенным атташе при посольстве Армении в России Арамон Тананянам. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Современная, качественная школа со современным оснащением, современными спортзалами. До 2024 года разработан генплан по развитию Беслана. К этому времени в Беслане построят школы, детские сады, отреставрируют социально значимые объекты. Мы ни Москве не нужны, ни Гизелье не нужны, ни району никому. Ну не знаю, у нас все трубы здесь гнилые насквозь. В поселке ГРП селение Гизель пытаются решить вопрос с водопроводной системой. Старые трубы не выдерживают напора. Люди обращаются со своей проблемой, но решения пока нет. Вячеслав Бетаров встретился с таможеном атташе при посольстве Армении в России Арамом Тананяном. Стороны обсудили взаимодействие по ряду вопросов торгово-экономическое сотрудничество. Уважаемый Арам Александрович, рад приветствовать вас в нашей республике и поздравить вас с назначением на ответственную должность таможенного атташе при посольстве Армении в России. Знаю, что будете находиться здесь у нас в свободе Кавказе, уже находитесь здесь и будете осуществлять необходимую работу, которая важна как для республики Армении, так и для Российской Федерации, ну и, конечно, для нашей республики как составной части Российской Федерации. Вы знаете, что у нас в многонациональной нашей республике достойное место занимает армянская диаспора, которая все эти годы проживания здесь в мире и согласия с другими народами решает большие задачи в социально-экономическом развитии нашей республики. Много достойных представителей армянской диаспоры не только работают в органах власти нашей республики, но и достойно представляют на мировых просторах. Буду рад взаимному сотрудничеству. Через Северную Осетию проходит большой грузопассажирский поток из Армении в Россию. Часто возникают определенные трудности. Армения, по словам Арама Тараняна, готова принять участие в модернизации КПП «Верхний Ларс». Также налажено плотное взаимодействие с контрольно-надзорным органом республики. Все сложилось нормально, старт, дам, мы работаем очень плотно. Даже и с таможенным управлением здесь, и с таможенным постом, не гадили кабинет таможенного посту на Ирестунской, оборудованной со всеми мероприятия техникой. То есть каких-либо правдых нет. Есть взаимопонимание, теплые отношения, дружеские, официальные, деловые. То есть вопросы все решаются. В правительстве обсудили формирование зон приоритетного экономического развития. Они появятся в Лагирском и Равском районах. Основная цель – привлечение в села инвесторов, которые бы могли организовать там производство, обеспечить местное население рабочими местами. Потенциальными резидентам предлагают предоставить налоговые преференции. В частности, освободить от уплаты налога на имущество, транспортного налога и единого сельскохозяйственного налога. Таймур Астускаев предложил сделать ставку на перерабатывающее производство. По мнению премьера, такие предприятия могут стать основным источником пополнения бюджетов всех уровней. Здесь нам нужно идти от производства, именно к переработке сельскохозяйственной продукции, создавать на территории муниципальных образований перерабатывающие предприятия с большей добавленной стоимостью. Это и большие налоги, и самое главное – большие возможности для инвестиций в дальнейшем в развитие агропромышленного комплекса. На заседании рассмотрели результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за прошедший год. Говорили о строительстве и работе предприятий коммунальной сферы. В прошлом году ввод в эксплуатацию жилья вырос на 7,3%. В среднем, согласно расчетным данным Северо-Кавказ-Стата, на одного жителя республики приходится 29,2 квадратных метра жилой площади. Это один из лучших показателей в России. В ближайшие четыре года Беслан должен заметно преобразиться. Для развития города создан генеральный план. По проекту в Беслане появятся новые детские сады и школы. Планируется отреставрировать целый ряд социальных, культурных, спортивных объектов. За ходом работ по инициативе Вячеслава Бетарова будет следить специально созданная комиссия. Тему продолжит Георгий Запаров. Современный город с развитой инфраструктурой. Таким к 2024 году должен стать Беслан. За это время в городе построят и отреставрируют целый ряд социальных, культурных, спортивных объектов и объектов образования. Будущий облик зданий, финансовые затраты – все четко расписано в генеральном плане. Запланировано и строительство мемориального комплекса музея в здании первой школы. Мы воссоздадим тепловой контур. Обследует сейчас Анри все несущие конструкции. Определим методики, которые необходимы нам для усиления несущей способности здания. И внутри здания планируем произвести просто консервацию поверхности, чтобы следы тех тяжелых событий были сохранены. То есть мы защитим все поверхности от эрозии, дальнейшего разрушения. И, скажем так, само здание станет, наверное, основной частью этой экспозиции. К работе планируют привлечь лучших специалистов. Благоустроят и территорию вокруг школы. Музею присвоят международный статус. Проект реализуют при поддержке комитета матери Беслана. Генплан подразумевает строительство двух новых школ. Школы на 550 мест на улице Менделеева и школы на 500 мест на улице Чкалова. Стоимость проектов больше миллиарда рублей. Очень интересные два проекта. Сейчас подобная школа строится в городе Владикавказ в 31-32 микрорайоне. Это будет современная, качественная школа со современным оснащением, с современными спортзалами, с классным пищеблоком и с хорошими современными спортивными сооружениями, с местами отдыха внутри школы, чтобы дети попали в максимально комфортную среду. Также в плане строительства детского сада на 120 мест, станции юных техников и станции натуралистов. Из основы взят Владикавказский кванториум. Современное оборудование позволит ребятам реализовать свой потенциал. Дом детского творчества решили демонтировать, так как здание признали ветхим. На его месте построят новое. Работы сейчас лишь на начальном этапе. Специалисты готовят проект на смертную документацию. По инициативе Вячеслава Бетарова создан наблюдательный общественный совет. В него вошли депутаты, общественные организации, члены кабинета матери Беслана, Штарнахаш и жители города. Генеральный план развития Беслана, который запланирован начиная с этого года до 2024 года, он был, конечно, прозрачен. Реализация его. И все вопросы, которые будут возникать в течение реализации этого плана, те объекты, которые будут строиться у нас в районе, естественно, они должны быть под контролем наших граждан, в первую очередь. Чтобы не было вопроса потом органам исполнительной власти по поводу того, что мы сделали что-то неправильно. В Беслане на сегодняшний день проживает порядка 38 тысяч человек. Люди разного возраста, социального положения и вероисповедания. Но для каждого из них город должен стать комфортным, удобным для проживания. Городом, в котором возможно реализовать планы и мечты. Георгий Запаров, Ибрагим Чочиев, Новости Осетии. 30 сентября истекает срок подачи заявления на получение социальных выплат на детей до 16 лет. Специалисты пенсионного фонда рекомендуют поторопиться. В случае возникновения ошибок и, соответственно, отказа, у заявителя не будет возможности подать повторное корректное заявление. Напомним, выплаты производятся с апреля этого года по указу президента России. Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей за апрель и июнь устанавливается на детей, родившихся с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей, родившихся в период с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 года. Родители могут подать заявление на портале госуслуг, опекуны и попечители только в клиентских службах пенсионного фонда. 32 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Северной Осетии за последние сутки. По данным Роспотребнадзора, всего зараженных новой коронавирусной инфекцией в республике 5343 человека, 577 на амбулаторном лечении, в медучреждениях 34 человека. Состояние пациентов от средней тяжести до тяжелобольных 4664 человека выздоровели, 68 скончались. В Владикавказе на улице Весенней завершается реконструкция дороги. Это самый крупный объект дорожного строительства в текущем году. На участке ведется не только замена покрытия, а проезжая часть будет расширена от улицы Цоколаева до генерала Дзусовой и станет трехполосной. Увеличится пропускная способность, что повысит безопасность дорожного движения не только на этом участке, но и в микрорайоне в целом. Покрытие трехслойное, его толщина 20 сантиметров. Это позволит значительно увеличить срок службы данного участка, учитывая то, что магистральная улица районного значения испытывает большие нагрузки. Также будет обустроен тротуар, уличное освещение и два светофорных объекта. Ремонт ведется по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К настоящему времени подготовлено полностью основание от улицы Цоколаева до улицы генерала Дзусов. Это весь участок, который будет заасфальтирован. Установлен бортовой камень. На одном из участков уже уложен второй слой. В настоящее время, как вы можете видеть, укладывается первый слой. Все работы планируется завершить в начале октября, если погодные условия нам не помешают. На этом участке будет обустроено уличное освещение, установлено два светофорных объекта. Жители ГРП в Гизеле жалуются на перебой с подачей воды. Неудобства стали испытывать с тех пор, как в Гизеле стали менять водопроводную систему. По словам жителей, в одной части села заменили трубы. Там, где остались старые, система не выдерживает напора. Вода подтапливает улицы и дворы. Утечки приходится устранять своими силами. Жалобами обращались и в администрацию, и в водоканал. Но решения пока нет. В ситуации попыталась разобраться наша съемочная группа. Видите, вот она опять заполнилась водой. Это вот мы вчера вечером уже темнело, вот последний хомут. Вот в этой яме одной только три хомута висит. Такие огромные лужи в поселке появляются уже вторую неделю. По словам жителей, в Гизеле начали менять водопроводные трубы. А старые трубы, которые в поселке не меняли с 60-х годов, напора не выдерживают. Результат – подтопленные дворы. Мы почему-то не внесены в этот проект. Не знаю, я вот точно не знаю, почему, из-за чего, из-за кого. Но нас не внесли, якобы мы не относимся ни к пригородному району, ни к Гизелю, ни к кому. Мы где-то висим в воздухе, мы как будто бы относимся к Москве. Мы ни Москве не нужны, ни Гизелю не нужны, ни району, никому. Ну не знаю, у нас все трубы здесь гнилые насквозь, гнилые. Чтобы устранить утечки, приходится перекрывать общий вентиль. В результате жители остаются без воды. Люди обращаются со своей проблемой в управление групповых водопроводов в станице Архонской. Но на их заявки, как утверждают жители, в организации не реагируют. Несколько раз звонила, у меня были номера диспетчеров в этот канал в Архонке. Я обращалась, они мне номера дали главного инженера, говорит, мы не можем. Второй раз перезвонила, третий раз перезвонила. Концент концов сказали, говорит, нам сказали, чтобы мы вам не пропускали воду. В недоумении от этого, как так получается. С утра позвонила в водоканал, в станицу Архонскую. Сказали, я сделаю заявку. Как сделать, что? Через некоторое время опять звоню. И она мне отвечает, нету главного инженера, нету этого, кому мне сделать. Через три часа опять звоню, она мне говорит, я разговаривала с главным инженером, и он мне сказал, что категорически не принимать заявки с поселка ГРП. В Архонском водоканале, между тем, объясняют, жители и их абоненты состоят на балансе. Убеждают, что на заявки людей всегда реагируют. Почему тогда создалась такая ситуация, непонятно. Вместе с администрацией Гизели в водоканале подготовили письмо в Министерство ЖКХ, чтобы заменить водопроводную систему в поселке. Если трубы выделят, работы готовы провести своими силами. На многих трубах построены полисадники, какие-то огороды, и жители не разрешают вскрывать трубы свои. Эти трубы раньше были посреди дороги, и у них был доступ. Сейчас в многих местах этого доступа нет. Это надо иметь в виду. Мы делаем всё, чтобы сделать проект и заменить там трубы. И пусть они в любое время обращаются всегда, и мы всегда пойдём им навстречу. И идём всегда навстречу, и занимаемся им. Проблему с напором воды удастся решить лишь когда работы в Гизеле закончатся. Тогда, по словам специалистов, давление воды можно будет отрегулировать. По проекту работы рассчитаны на два года. Несмотря на то, что посёлок, по словам руководителя местной администрации, сейчас не находится на балансе ни у района, ни у села, оставаться в стороне здесь не намерены. Тем более, как пояснил глава администрации, организация, за которой посёлок числится сейчас, на стадии банкротства. Мы не будем ждать того, пока его будут передавать с баланса на баланс. То есть, этот вопрос по водопроводу будет решаться независимо от того, завтра его будут передавать или послезавтра. То есть, там процедура очень, я думаю, долгая. А ждать, конечно, ни мы, ни жителей не будем. И это будет не только проблема жителей, но и проблема самого населённого пункта. Представляете, постоянные утечки, особенно зимой. То есть, постараемся быстро решить вопрос с водопроводными линиями. Вопрос водоснабжения в посёлке обещают решить к концу года. А мы вместе с жителями посёлка будем следить за ситуацией. Алина Хасаева, Александр Левченко, Владимир Кукоев. Новости Осетии. Северная Осетия стала первым регионом в СКФО, в котором открылся Центр управления регионам. Это единственный проектный офис по сбору, обработке, анализу и реагированию на все жалобы и запросы жителей региона, вне зависимости от источника поступления. В скором времени жителям республики зарегистрирован на едином портале госуслуг станет доступно специальное мобильное приложение, при помощи которого можно будет по всем жизненным ситуациям направлять в любые органы власти, местного самоуправления, организации свои жалобы, обращения. По поручению Владимира Путина, такие центры должны быть созданы во всех регионах до конца года. Спектакль «Ричард Третий» в постановке режиссёра Остинского театра Гиви Валева вошёл в число 15 лучших, по мнению экспертной комиссии, Всероссийского фестиваля национальных театров Федерации. Комиссия рассмотрела спектакли 54 театров России, и только 15 из них отобрали для показа в рамках фестиваля. Обязательные условия конкурса – презентация спектакля на родном языке. Фестиваль пройдёт в конце сентября в Чечне. Спектаклем «Ричард Третий» по пьесе Уильяма Шекспира Остинский театр открыл 85-й юбилейный сезон. В постановке занята большая часть основного состава труппы театра. Повторный показ запланирован на 17 и 18 сентября. Отбор для участия в фестивале был очень строгий, можно сказать. Комиссия очень серьёзная. Профессионально перевёл Шекспира на остинский язык лауреат государственной премии имени Кустахи Тагурова, в тот раз Кукаев. И этот совместный труд огромного коллектива, я думаю, дал хороший плод. Администрация Владикавказа утвердила график работы фонтана на площади свободы на ближайшие дни. Днём с 14 до 16 часов будет включён детский режим. Это низкий уровень фонтана и подсветка. Вечером с 18.30 до 19.00 музыкальные программы. С каждой неделей программы будут добавляться максимальной продолжительностью 30 минут, включая 9-10 композиций. В четверг технический день, напомню, светомузыкальный фонтан на площади свободы открыли в минувшее воскресенье. Фонтан будет работать с весны до осени. Струи воды подсвечиваются яркими цветами и поднимаются на несколько метров в высоту под сопровождение популярных отечественных и зарубежных мелодий. Комплекс оснащён светодиодными разноцветными светильниками для подсветки в вечернее и ночное время.